продолжаем изучать gdbc и в этом видео мы познакомимся с препарит стейтментом и так препарит стейтмент стейтмент позволяет нам избежать sql injection они более гибкие более быстрые в общем одни преимущества с ними в общем легче один раз увидеть чем сто раз услышать и так вот этот стейтман мы полностью заменяем на препарит стейтман то есть вот тут пишем препарит стейтмент переменную называем препарит стейтмент давайте все лишнее удалим чтобы нас ничего не смущало так вот тут давайте поменяем чтобы у нас ошибки там не выскакивали не какие-то никакие и так у нас теперь connection и мы должны не create стейтмент использовать метод а препарит стейтмент и в него сразу мы передаем sql то есть давайте передадим наш вот эту строку 5 стр 5 теперь еще такой момент вот здесь там где мы хотим подставить какие-то данные какие-то значения мы должны писать знаки вопросов то есть вот таким образом select выбери мне все поля int name speed из таблицы кар напоминаю вот так вот у нас выглядит таблица кар там у нас 6 автомобилей так сейчас подгрузится вот mazda bmw audi mazda bmw audi далее после того как на вот здесь смотрите там где экзекьютится до препарит стейтмент экзекьют мы уже строку не передаем так как мы ее передали вот при создании нашего препарит стейтмента но теперь перед тем как экзекьютит нам надо вот этот знак вопроса чем-то заменить то есть это у нас будет следующее так препарит стейтмент . set set int так как у нас айди это значение интова и этот метод принимает два аргумента int параметр индекс это номер нашего знака вопроса то есть вот это он у нас идет первый знак вопроса ставим цифру единичку а через запятую ставим его значение ну у нас это будет наша переменная вот это кар айди или тогда это значение переменной кар айди ставили так у нас ошибочка посмотрите ошибочка я прошу int а это у нас string это назначение давайте попробуем set string использовать отлично ошибки нет тут у нас все это экзекьютится ну и давайте запустим посмотрим итак нам надо вести айди нашего автомобиля давайте ведем вот троечку и у нас должна высветиться audi со скоростью 200 ставим троечку enter и результат audi 200 и давайте теперь попробуем сделать sql injection если вы не знаете что это такое посмотрите предыдущее видео из этого листа и вам станет все понятно видите айди автомобиля ставим 3 or 1 равно 1 жмем enter и как вы видите у нас выполняется вот только вот это вот первая часть нашего выражения вот это игнорируется так опять же если мы поставим вот тут смотрите айди которая мы должны вводить так делал int так in вот так вот потом вот это у нас будет set int и давайте перезапустим то есть не вот это мы должны приказать вот так вот то есть до этого мы вводили в консоли у нас это воспринималось как строка сейчас мы это воспринимаем как число смотрите в чем тут будет преимущество то есть если мы видим просто число 3 то у нас как бы программа отработает вода наша audi но если мы попробуем сделать sql injection то она вообще крышнется то есть 3 или давайте 2 напишем 2 or 1 равно 1 . запятая ну тут у нас искали injection в какой строке все правильно в 10 вот этой ну то есть если там пользователь вводит какие-то данные не того типа мы можем это обернуть в 2 кич ну и как-то там обработать эту ошибку то есть использование вот это prepared statement позволяет избежать sql injection то есть это более безопасно так ну и давайте еще давайте вот такое сделаем чтобы вы поняли как вот это имеется ввиду параметр индекс давайте у нас мы выберем автомобиле по иди и or name равно не ставим второй знак вопроса и тут мы передадим вот что означает второй знак вопроса то есть первый это у нас первый параметр вот он этот знак вопроса теперь что значит второй знак вопроса то есть пишем prepared statement set string параметр это второй и создадим name card переменную и давайте ее тут создадим система видите тут напишем марку автомобиля и это у нас будет string так как мы назвали там переменная name card так кенту нам приводить не надо эти значения то есть смотрите сейчас мы получим автомобили по айди например первые ну или давайте вот второй автомобиль получим и мазду запускаем видите айди автомобиля ставим один видите марку автомобиля пишем мазда и вот такой у нас вывод 1 и мазда так пример неудачно нас мазда 1 давайте ведем 1 и audi сейчас 1 марка audi так как у нас пишется audi вот так и видим да у нас отобразились автомобили по айди 1 и автомобили audi вот они то есть все очень просто да тот же самый у нас обычная строка SQL только мы заменяем на знаки вопроса да то что мы хотим ввести а далее устанавливаем их значения с помощью методов сентинт сент стринг ну и так далее то есть по индексу то есть по номеру какой этот вопрос это и будет соответствовать тому ну а далее все стандартно и всегда используйте препарит стейтмент стейтмент это как бы уже не используется в общем на этом все ставьте лайки подписывайтесь всем пока